Двое детей пострадали при пожаре в частном доме в Нурсултане. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС столицы. Накануне вечером примерно в 18 часов поступила информация о пожаре, горела кровля, потолочное перекрытие и мебель. Общая площадь составила 70 квадратных метров. В доме живет семья с детьми. Мама в момент возгорания находилась на улице, предварительно в отдельно стоящем здании бани. Мама смогла спасти старшего ребенка, но из-за густого сильного дыма обратно зайти уже было невозможно. Неподалеку от дома расположен жилой комплекс, двое работников которого, увидев дым, прибежали и, несмотря на горящее пламя, чудом спасли второго ребенка, находящегося в детской кроватке. Пожар был ликвидирован через 30 минут. За храбрый поступок герои будут награждены. Об этом заявили в столичном департаменте ПЧС. Между тем, более 400 малообеспеченных семей Казалардинской области бесплатно получили датчики, сигнализирующие об уровне загазованности. Всего их закуплено более тысячи. Напомню, в случае обнаружения угарного газа устройство подает громкий сигнал, способный разбудить спящего человека. В 2018 году в регионе произошло 26 пожаров в домах с печным отоплением. А за 10 месяцев текущего года зафиксировано 29 случаев. После трагического случая в Нурсултане, когда в пожаре погибло 5 детей, правительство поручило Акиматам области поддержать многодетные и малоимущие семьи по вопросам обеспечения их системы противопожарной безопасности. Сигнализаторы загазованности устанавливаются только в домах с печным отоплением. В Павлодарской области нет проблем с углем. Об этом заявляют местные власти. По словам специалистов, на отопительный сезон жителям региона требуется около 430 тысяч тонн твердого топлива. Большая часть из этого объема уже заготовлена и отпускается на рынок. Но все же владельцам частных домов рекомендуют запастись углем вовремя, то есть до наступления морозов. Мы зависим от поставщика угля, от нашего партнера, который нам его продает. Учитывая, что уголь – социально значимый товар, мы неоднократно призывали разрез, снизить цены, для того, чтобы население могло без проблем приобрести. Нам пошли навстречу. По опыту прошлых лет мы уже стараемся быть готовы к этому периоду пиковому, поэтому запасу угля всегда достаточен у нас. Вопросы развития агропромышленного комплекса обсудят сегодня делегаты 9-го Центрально-Азиатского торгового форума, который стартует в Шемкенте. Помимо перспектив экспортного потенциала, в центре внимания будет и внутренний рынок. К примеру, на востоке Казахстана в этом году собрали больше 400 тысяч тонн картофеля. Даже с учетом семенного фонда и потерь на охранение регион на 200% обеспечен данной продукцией, но при этом на местных прилавках товаров местного производства практически нет. Поэтому и цены растут буквально на глазах. Анель Есимбердина продолжит тему. На оптовом овощном рынке Усть-Каменогорской в самом деле затишье. Картофель подорожал, капуста уже по 100 тенге за килограмм. Разница ценами прошлого месяца процентов в 20, поэтому и покупателей завречь сложно, жалуются продавцы. Айкен Зарсекенова трудится здесь уже 15 лет. Рассказывает к себе стоимость, они добавляют всего по 5-10 тенге за килограмм. При этом сюда уже заложены расходы на налоги, аренду, но главная проблема – доставка продукции. Дорога Усть-Каменогорск-Алмата. Сколько лет ремонт не делано, потому что камазист отказывается ехать сюда, Усть-Каменогорск. 400 тысяч берет Камаз. Вот считайте этот расход. Государство почему не контролирует ГСМ и, во-вторых, Павлодарское крестьянское хозяйство дает картошку, Узбекистану отправляет. Между тем, Павлодарский картофель чуть ли не единственный на местном рынке. Поэтому и цену диктуют овощеводы соседнего региона и завозят его по 75 тенге за килограмм. Аптофяки продают по 85. В розницу цена достигает уже 100 тенге. И это не предел. Хотя в области, по статистическим данным, из своего картофеля в два раза больше, чем требуется. В последнее время идет спрос со стороны Узбекистана по картофелю в основном. Поэтому сегодня компании, которые вырастили, они, естественно, будут искать лучшие рынки сбыты. Потому что прошлый год он все-таки для них был немножко плачевный. В прошлом году ситуация была такая, что картофеля произвели много. Цены не было, реализации не было. Как результат, в этом году площади посева картофеля сократились. Ситуацию спасло только то, что урожайность выше. Собрано 424 тысячи тонн. Из них на продовольственные цели идет 300 тысяч. Но до 90% этого запаса хранится в личных подворьях, посчитали в статуправлении. Этот объем, вероятнее всего, на рынки не попадет. Промышленные производители же заняли выжидающую позицию. Поэтому пока местный картофель можно купить только в торговых точках стабфонда. По городу Скаменогорску 33 точек. Из них 15 точек – это собственные павильоны СПК и РТС, в которых продукция реализуется по 70 тенге. 18 точек – это коммерческие. Там реализуется продукция по 77 тенге. Всего стабфонд заложен на 5700 тонн овощей. Помимо картофеля, купить здесь можно лук, капусту, морковь. К слову, этих культур в регионе всегда не хватает. По данным специалистов, в Усть-Каменогорск всего на 13% обеспечен собственным луком, на четверть от необходимого – морковью, на треть – капустой. Очевидно, что дефицит пополняется привозной продукцией по соответствующим ценам. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск. В Мангистау проект развития молодежного корпуса привлек в бизнес-среду более тысячи человек. Это безработные или имеющие низкий доход молодые люди. Им выдали гранты до миллиона тенге. При этом они получили стипендию в размере 60 тысяч. Участники проекта в возрасте от 14 до 29 лет получили возможность открыть спортивные и творческие центры, образовательные курсы и швейные мастерские. К примеру, бывший финансист из села Щетпе Индира Бекинаева всю жизнь мечтала заниматься производством текстиля в национальном стиле. Если я сама буду работать, то думаю, что в месяц буду заработать где-то 100-150 тысяч тенге. А если наберу себе девочек-помощниц, тогда буду еще больше зарабатывать. В дальнейшем, конечно, буду реализоваться, еще расти, открывать свое дело и буду расширяться. К событиям в мире. В Австралии объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые достигли катастрофических масштабов в районах вокруг Сиднея, а также в двух самых густонаселенных штатах. По меньшей мере, три человека погибли, и более тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Десятки школ и других общественных объектов были закрыты в зоне ЧП. Пожарные из Новой Зеландии прилетели, чтобы помочь, поскольку утомленные аварийные бригады готовятся к новому натиску стихии. В столице Индии объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Дели установлен рекордный уровень смога за последние три года. По сообщению властей, на понедельник индекс качества воздуха превысил рекомендуемый безопасный предел в 10 раз. Высокое содержание твердых частиц в воздухе вызвано сжиганием урожая в районах города и погодными условиями. Правительство Нью-Дели ограничило количество машин на дорогах и попросило жителей не загрязнять воздух дымом. Однако, по прогнозам экспертов, в ближайшее время уменьшение смога в мегаполисе не ожидается. Я чувствую, что воздух не становится чище. Смог еще стоит, из-за чего мне приходится надевать маску. Если я ее сниму, мне тяжело дышать. Чувствуется зуд. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink. Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников данного типа. Они обеспечат всю планету широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара. Мобильные стационарные посты полиции появились в Павлодаре. В любую минуту их могут передислоцировать в другое место. Такая оперативность позволяет правоохранителям контролировать оперативную обстановку на оживленных и потенциально опасных участках областного центра. Модуль состоит из двух комнат, оборудованных сейфами для хранения спецсредств, радиостанцией, камерами видеонаблюдения и домофоном. Для комфорта, сторожей и порядка даже предусмотрен кондиционер. Первый полицейский пост установили на центральной набережной, где всегда собирается очень много людей. Следующие модули появятся на территории железнодорожного и автовокзалов. Данный пост, как вы видите, он стеклянный. Люди могут пройти, посмотреть, как ведется работа полицейскими. Также установлены свето-пролюстковые маячки. Это сделано для того, чтобы люди издалека уже видели, что там находится пост полиции и могли подойти и в случае надобности обратиться. Часто, которые происходят, правонарушения, это в основном появление в общественном мире нетрезвом состоянии и курение в неустановленных местах. Это все к данному часу.